Новости города на Ивантеевском телевидении. Здравствуйте, я Лилия Николенко. Сегодня в нашем выпуске. 100 метров проблемы. Жители улицы Калинина просят положить асфальт. Выдолби, потесни, заточи. ПТУ дипломники вырезают будущее. Звон монет по-новому. Ивантеевское образование отныне получает по душам. Об этом и многом другом прямо сейчас. 100 метров не хватило. Не хватило асфальта, не хватило техники, не хватило желания. Рассказывает Михаил Смирнов. Есть у дороги начало, есть у дороги конец. Только середины нет. Между заборами школы номер 7 и детского сада номер 13, практически в центре города, в окаймлении улиц Калинина и Ленина, проселочный Большак. Большак из колдобин, заполненных водою дождевою. Лавируют люди и лавируют автомобили. А тротуар для этого участка вообще может только сниться жителям близлежащих домов, особенно длинными зимними ночами. Наша дорога ведет к храму, между прочим. И здесь ходят и старушки, и много-много людей. И такой позор. Такая дорога ведет к храму. Ну, вот сейчас после дождя, видите, что из нее превратилось. Грязь, лужи. Если машина, не дай бог, проедет, значит, окатит тебя вот так вот с ног до головы. Зимой у нас в основном оттепели. А после оттепели здесь такой гололед, что вообще вот идут люди из-за кустики, вон там вот справа, цепляются, потому что пройти невозможно. Несколько раз видела, как люди падали. Конечно, вся эта картина может быть украшена асфальтобетоном и тротуарной плиткой. Но не научились еще горожане сами варить асфальт и держать на готове катки. Даже пожаловаться для многих из них почти подвиг. Легче грязь месить. Раз она ничейная, ну, значит, тогда администрация хозяин этой дороги. Ну, пусть сделают, чтобы нам все-таки не стыдно было, во-первых. Во-вторых, детей как-то надо воспитывать, приучать к чистоте. Ну, и просто удобство. А потом, вы знаете, город готовится к юбилею. Все кругом чистится, да? И вдруг вот такой вот ужас около нас. Ну, хочется, чтобы тоже было красиво. Нам здесь жить. И доколе всем нам жить и наслаждаться деревенскими дорогами, у которых между началом и концом безасфальтовый большак? Вопрос, конечно, интересный. И легче дорожникам эту дорогу доделать городу, чем искать на него ответ. Михаил Смирнов, Сергей Денисов, Мария Мешкова, Ивантеевское телевидение. Как сообщили нам в администрации города, заасфальтировать проблемный участок дороги между детским садом и седьмой школой запланировано в июне. В мае по пути на платформу Ивантеевка-2 поставили забор. Территория ограждается ради коммунальных работ. К строящейся железнодорожной станции проводят воду и канализацию. Поэтому и пассажирам, и гуляющим придется смириться с временными неудобствами. Работы будет выполнять фирма-подрядчик от акционерного общества «Российские железные дороги». Ивантеевский водоканал уже дал разрешение на врезку труб в городские сети. Чего добилось городское образование и какие проблемы еще предстоит решить? Вот главная тема общественного обсуждения, которая состоялась во вторник, 3 июня. О новой заработной плате учителей и реорганизации классов рассказывает наш корреспондент Олег Квасов. На общественном обсуждении работы городского образования директора и завучи школ, а также представители попечительских советов. Вопросы начинают бытовых, заканчивая интеллектуальными. Например, у каждой школы нашего города есть собственный сайт в сети интернет, где рассказывается о достижениях учеников, школьной жизни, а также появляются новые методики обучения для коллег. Однако далеко не каждое образовательное учреждение успевает вовремя обновлять на нем информацию. Кто отвечает? Конечно, директор школы. Однако проблема отнюдь не в халатности руководства. Руководитель Вантеевского телевидения Михаил Рыжакин о тонкостях школьного сайтостроения и обновления знает не понаслышке. Уже несколько лет он входит в состав попечительского совета пятой школы. Михаил Степанович считает, камень преткновения вовсе не организационные недочеты. Проблема сейчас очень серьезная и только в образовании, и всюду. Потому что сфера достаточно новая, специалистов крайне мало. Специалисты, которые умеют, которые универсальны, которые могут и написать, и скомпилировать, и осуществить их крайне мало. Они стоят дорого. Хороших специалистов надо растить из собственных учеников. Вот вердикт начальника отдела образования Надежды Зарубиной. А чтобы учителям учить было веселей, с 1 сентября Ивантеевка переходит на новую систему оплаты труда. Теперь бал правит нормативно-подушевое финансирование. Говоря простыми словами, основная зарплата учителя – это количество учеников в классе, умноженное на ученика час. Хитрый коэффициент, который у каждой школы получается свой. Зависит он от программы обучения, дополнительных занятий, количества уроков и многих других составляющих. Третья гимназия – экспериментальная площадка. В ней учителя уже с апреля получают по-новому, а руководство уже рассчитало все формулы. Ученика час получается 5 рублей 56 копеек. Много это или мало, и не потеряет ли учителя заработной плате? Учитель не потеряет, это 100%. По сегодняшним расчетам учитель пока только приобретает. Мало того, у него появляется возможность получать еще дополнительные финансовые средства за то, что раньше не оплачивалось. Сейчас это называется неаудиторная занятость, и у учителя, естественно, появляется стимул для более качественной работы. В неаудиторная занятость – это подготовка учеников к олимпиадам и реферативным чтениям. Кстати, тут может возникнуть путаница со стимулирующим фондом. Он к в неаудиторной занятости отношений не имеет. Из него будут доплачивать только лучшим педагогам, например, тем, чьи ребята заняли на тех же олимпиадах достойные места. Поощрить или нет, будет решать попечительский совет. Система сложная и еще требует отработки. Однако переживать педагогам не стоит. Базовая часть зарплаты все равно предусмотрена. Хотя, конечно, шиковать на нее невозможно. Как только учитель начнет работать эффективней и креативней, ученик будет терять колоссальное количество энергии, готовя научные проекты и участвуя в суперуроках по новым технологиям. Для того, чтобы на все это хватало силы, современный школьник просто обязан правильно и регулярно питаться. Если в начальной школе горячим питанием охвачено практически 100% учеников, то в средних и старших классах тарелки с супом предпочитают чипсы и сухарики. Отсюда и возникает одна из двух основных проблем школьного общепита. Во-первых, в отсутствии культуры питания у детей, которая начинается еще и с семьи, детям непривитые навыки здорового питания. Программы здорового питания сейчас внедряются в школах, но нужно сообщать вместе с родителями, приучать детей, потому что мы обязаны детям дать полноценное, сбалансированное, горячее питание. Это первое. Второе – это нехватка обслуживающих персонала. Для того, чтобы обеспечить 100% охват горячим питанием, того штата работников столовых, которые есть на сегодняшний день, в штате школьно-базовой столовой, не хватает. Нехватка персонала – головная боль. Из-за плотного графика занятий на столы накрывают с интервалом буквально в 10 минут. Поели одни, тут же за столы садятся другие. Увеличение штата тоже не выход. Школьные кухни не резиновые. Однако сдвиги в системе питания есть. В Комитете образования уже разработали 18-дневное меню, из которого исключили выпечку. Во благо здоровья. Булочки можно купить в буфете. В стоимость обеда они не входят. Кстати, обед в школе стоит в среднем 25 рублей, что равняется одному пакету чипсов или литру заморской газировки. Налегать на чипсы до булочки и вправду нужно поменьше. Ведь с сентября, согласно новому закону, в классах будет не менее 25 человек. На практике может быть и больше. Комфортные классы по 14 человек исчезнут как класс. Их организовывали в 90-е, весьма по определенной причине. Был демографический спад очень серьезный, и нам нужно было сохранить в том числе и педагогические кадры. И действительно, вот на волне демократических преобразований, когда казалось, что от наполняемости классов, от создания дополнительных условий, в том числе и по наполняемости аудитории, мы сможем извлечь какой-то более высокий результат в образовании. Мы создавали такие классы, но, как практика показывает, напрямую от наполняемости классов результат работы учителя и ученика, наверное, не столько уж зависим. На общественном обсуждении были также рассмотрены вопросы, касающиеся наполняемости медицинских кабинетов, эффективности внедрения новых обучающих программ, и приведены данные статистики, согласно которым ивантийское образование идет в ногу с образованием подмосковным. Олег Квасов, Николай Понтюшин, Анна Белова и ТВ. Резной диплом «Пятерка за работу». Художники резьбы по дереву профессионального училища 130 готовятся к выпускному. Сейчас у них в самом разгаре дипломная практика. Вот начиная вот отсюда. Начиная отсюда и дальше по рисунку под легкую музыку дипломы режут 24 выпускника ПУ. Три года практики и теории позади. В 2005 году они поступили, пришли такими зелеными подростками неопытными, которые еще ничего не умеют ни в жизни, ни в резьбе, естественно. Ну а сейчас они уже выросли, возмужали, повзрослели, поумнели, ну и, конечно, стали хорошими специалистами в резьбе по дереву. Выпускники мастерят стандартные гербы, необычные рамы, стилизованные маски. Кто на что способен, кто на что гораст. Виталий уже закончил дипломную шкатулку. Геометрическая резьба. Потому что она мне нравится больше всего. Чем? Она самая такая нормальная, красивая. И простая? Да. Самый простой диплом режется за 50 часов. Сложные – от 250 часов и выше. И все равно потом найдутся недочеты. Если не для учителя, так для самого автора. Помните, вот Лермонт во фразе «спокойствие» – это подлость души. В нас просто не может быть так, чтобы мы вот успокоились, до конца все это сделали. Этого не бывает у нас. У нас вот каждый день, ну вот художественный фактор, да, как может быть человеком спокойным. Но все время что-то сделал, бывает и так вот. Уже работа готова, и вдруг чувствуешь, а, надо было немножко вот здесь. Не так, а вот так надо было делать. Этот выпуск у Эрнеста Гевангяна уже третий. Не все выбрали своей будущей профессии резьбу. Но не жалеет из ребят никто. Планы на будущее. Сначала отслужить в армии, а потом уже видно будет. Ну или по профессии, или, ну или как уже получится. Куда-нибудь пойти учиться дальше, повыше. Куда, на кого? Пока не знаю, там уже видно будет. Защищать творения рук своих выпускники будут в конце июня. Анна Пыльцина, Николай Пантюшин, Анна Белова. Новости города. А завершает наша программа материалы, подготовленные пресс-службой Московской областной думы. Вы увидите сюжеты о праздновании Дня предпринимателя, кадровых изменениях в Мособлдуме и юбилейном тысячном заседании Государственной думы. На этом я, Лилия Никольенко, с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Сегодня в малом бизнесе занята почти треть работающего населения региона. В результате реализации региональной программы по поддержке предпринимательства инвестиции в малый бизнес за последние несколько лет увеличились на 23%. И более чем на 30% возросли налоговые поступления в областной и местный бюджеты. Сейчас на уровне Российской Федерации поддержали движение и уже празднуют на уровне День предпринимателя Российской Федерации. Но так мы начинали первым. У нас большое внимание со стороны правительства Московского области, Московской областной думы, всех структур, общественных организаций, поддерживающих бизнеса, вообще Московского области, уделяется огромное внимание. За эти 7 лет, я думаю, изменилось самое главное, это доверие самим предпринимателям со стороны власти и доверие предпринимателей власти. Уже в седьмой раз подмосковный парламент отмечает лучших предпринимателей. Текущий год не стал исключением. Более 30% сегодня экономики Подмосковья – это малый и средний бизнес. Количество работающих сопоставимо с крупными предприятиями у нас уже так бывает. Поэтому вот, пожалуй, значимость этого мероприятия в том, что доказать и показать сегодня предпринимателям Подмосковья, что и губернатор, и правительство, и Московская областная дума вместе с ними. Мы пытаемся в меру отведенных в тех рамках, в которых действует сегодня Московская областная дума и правительство Московской области, показать, что мы делаем все возможное, чтобы малый и средний бизнес на территории Московской области получал режим наибольшего благоприятствования. Одно депутатское кресло единороссов оказалось свободным в связи с переходом в Госдуму Валентины Кабановой, руководителя областного объединения Организации профсоюзов. В Московской областной думе представлять Единую Россию теперь будет уроженка Подмосковья. Директор Апрелевской среднеобщей образовательной школы номер 3 Марина Захарова, которая почти 25 лет проработала учителем истории. Житель Московской области, проживает в Нарфаминском районе, человек, который всю свою жизнь отдал народному образованию, довольно наступательный, я бы сказал, человек, человек, который любит или хорошо, или никак. При всем при этом гибкость есть, такт есть, очень грамотная, эрудированная. Кроме того, Марина Захарова есть опыт работы в Совете депутатов Нарфаминского муниципального района. И он может быть незаменим, по мнению председателя МОСУ Булдума Валерия Аксакова, при будущей деятельности в региональном парламенте. Это, конечно же, можно порадоваться за Московскую областную думу, за техническое оснащение здания, помещения, в котором она находится. Уровень слаженности вопросов, которые прорабатываются в комитетах, прорабатываются на фракциях, заслуживает должного, потому что работа идет четко, налажена, поставлена. В заседании самой думы нет, при заседании думы не видно никаких фракций, то есть депутаты работают единым корпусом, что очень радует. Подмосковные парламентарии также заслушали очередной отчет о результатах проверки контрольно-счетной палаты МОСУ Булдума использования бюджетных кредитов, выданных в 2006 году для приобретения современных автобусов для перевозки пассажиров. Основные средства были направлены на покупку 800 автобусов «Лиаз» и 600 автобусов марки «Мерседес». Как любая проверка, конечно, без каких-то небольших рабочих замечаний она не обходится всегда. В любой работе бывает упущение. Самое главное, я хочу подчеркнуть, что мы практически не сталкиваемся с нецелевым использованием бюджетных средств. Бывают ошибки, в основном связанные с оформлением кое-какой документации, но мы выявляем эти ошибки, и отчеты всегда передаются губернатору Московской области, и там, я знаю, принимаются достаточно строгие меры в отношении вот тех ошибок, и они мгновенно исправляются, выправляются. За все пять созывов Госдумы было избрано более 1400 депутатов, с которых 18 работают на протяжении всего этого времени. Поздравления в адрес Нижней Палаты Федерального Парламента прислали президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства России Владимир Путин. По мнению ряда выступающих, большое значение в законно-творческом процессе в совершенствовании законодательства играет слаженная работа Совета законодателей страны, в которую входят спикеры всех региональных парламентов. Председатель МОСУ Булдумы Валерий Аксаков, отвечая на вопросы журналистов по завершении торжественной части юбилейного заседания Госдумы, отметил, что сегодня очень важно, что региональных законодателей слышат и на федеральном уровне. У нас тесные контакты с фракциями Единой России, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия в Государственной Думе, где наши фракции также работают. Тем самым у нас есть хорошие результаты и в порядке законодательной инициативе, ну и в работе профильного комитета в Государственной Думе.